Поблагодарим организацию Дон Щебень, которая предоставила нам возможность купить эти замечательные баллончики, которыми мы закрашиваем рекламу наркотиков, чтобы дети и молодые люди не попали в ад. Накануне Международного дня борьбы с наркоманией организация Ростова без наркотиков призвала всех жителей области выйти на борьбу с уличной наркоманией и рекламой наркотиков на улицах. Наркоторговцам нет места в Ростовской области. Волонтеры организации Ростов без наркотиков уже 6 лет еженедельно выходят, чтобы закрасить рекламу спайса, соли и прочей химии, которую продают даже младшим школьникам. Всего в акции раньше участвовало не более полусотни человек, но теперь откликнулись сотни. За неделю подготовки акции к ней присоединились десятки организаций, общественники, представители местной администрации, бизнесмены, профессиональные спортсмены, байкеры, автомобилисты, религиозные деятели. Всего сегодня на улицы выйдут несколько сотен человек. Акция стартовала еще вчера и уже уничтожены сотни рекламных объявлений. Весь город покажет наркоторговцам, что им больше нет места на наших улицах. Мы сегодня хотим поднять общество. Пригласили многих людей, знаменитых спортсменов, знаменитых людей в городе Ростове-на-Дону, в Ростовской области. Ситуация такая, что мы занимаемся реабилитацией наркоманов и очень много сейчас молодых людей 12, 13, 14, 15, 16 лет и выше попадают к нам на реабилитацию. Мы просто по закону Российской Федерации не можем и не имеем права ими заниматься, потому что они несовершеннолетние. Но смотря на слезы родителей, смотря на то, как мучаются эти дети и эти подростки, ну очень страшно на это все смотреть. И поэтому мы не хотим быть безучастными. И нас очень много поддерживают национальных диаспор, нас поддерживают знаменитые спортсмены, нас поддерживают такие города, как Таганрог, такие города, как Батайск, Азов и все крупные города Ростовской области. Также нас поддерживают Краснодарский, Ставропольский край, Санкт-Петербург. И сейчас мы хотим показать людям, которые торгуют наркотиками, что просто так им это не сойдет с рук. Да, может быть есть лица, которые их крышуют за какие-то суммы денег, но мы всех выведем на чистую воду. Мы знаем много очень информации, мы знаем адреса, мы знаем явки, телефоны. И просто после этой акции, если они не уйдут с Ростовской области, из города, а сотрудники полиции, если не будут ловить и заниматься тем, чем они должны заниматься, то мы будем принимать радикальные меры. Мы будем ловить закладчиков, будем сдавать органам полиции. Если опять не будет никаких там моментов, их будут отпускать, будут происходить другие ситуации, другие возможности. Не буду открывать и говорить какие-то вещи, потому что пускай это будет сюрпризом для многих людей, которые занимаются продажей наркотиков. Ну, в городе Ростове-на-Дону, благодаря отделу молодежи, 8 микрорайонов задействовано. Все районы вышли группе лиц, студенты, молодежь, наши волонтеры, и они уничтожают эту рекламу. В других городах, я перечислил, ну, примерно, я думаю, более 500 человек в данной акции участвуют. Ну, мы можем поднять еще и больше. Мы готовы патрулировать ночью город Ростов-на-Дону, чтобы ловить этих закладчиков и наказывать их. Я обращаюсь именно к вам, ко всем тем, кто смотрит это видео. Мы, молодая гвардия Единой России, совместно с общественной организацией «Ростов без наркотиков», закрашиваем надписи, по которой можно приобрести наркотики, либо курительные смеси. Мы за здоровый образ жизни, мы против нездорового поколения, мы против наркотиков. Будьте здоровы и не позволяйте таким надписям появляться в нашем городе. Скажите, как вы узнали об этой акции и почему решили присоединиться? Мы давно занимаемся профилактикой негативных явлений, но со Станиславом у нас давние уже связи были, и мы следим друг другу, помогаем. А именно в эту акцию включились в преддверии подготовки Дня молодежи, в которой наш Пересвет тоже участвует в проведении этого праздника. Илья, вы всю неделю собирали заявки с адресами, где нужно удалить рекламу. Расскажите, как много этих адресов, с какими людьми вы общались, кто к вам обращался? К нам обратился, ну полностью весь молодежный актив нас поддержал. Нас поддержали все представители администрации районов, которые есть в Ростове-на-Дону. Но все откликнулись по данной проблематике, сказали, что примут активное участие и помогут нам устранять эти надписи, которые пропагандируют наркотики, употребление наркотиков. И показывают место, где их можно достать в свободном доступе. Со студентами мы тоже проводили акции. В радиусе, наш техникум находится в Лендворце, в радиусе километра мы затирали надписи. Ну, решили присоединиться к общегородской акции, и как многодетные тоже в том числе. И, к сожалению, когда уроки проводишь, и в партах находишь пакетики с надсваем, и все. Ну, наша администрация, наше учебное заведение не сильно эту проблему признает, не сильно хочет это афишировать. Поэтому даже, можно так сказать, я как училище представляю одна. Ну, ребятам не рекомендовали принимать участие. Вроде как у нас в училище этой проблемы нет. Но официально она, конечно, есть. Ребята ходят и обкуренные, и другие вещества употребляют. К сожалению, она есть. Но это просто замалчивается. Ну, я тоже хотела бы принять в этой акции участие. По личным мотивам у меня четверо детей. Старшему сыну будет 10 лет. Мои дети тоже же живут в обществе, уходят на улицу, видят это. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок получал такую информацию и был втянут в употребление наркотиков, не дай бог. Уважаемые жители города Ростова-на-Дону, хочу отметить, что вот эти вот надписи несколько подряд напротив школы, учебного заведения. Почему ваш клуб решил принять участие в этой акции? Наш клуб проводит различные мероприятия, пусть это будет так называться, по предотвращению распространения наркотиков в Ростовской области. Ну, потому что мы здесь живем в первую очередь, это наш дом. И эта акция, это всего лишь один из моментов, скажем так, этой работы. Как вы думаете, поможет? Мы очень на это надеемся. И если ничего не делать, то ничего и не произойдет. Поехали. Вот они. Вот. Идет война. Война против нашего народа. Платят по 500 рублей за трофарин. Вот еще один. Вот, смотри. Вот он. Вот он. Хранит наше будущее. Не смог сам. Расскажи нам. Мы поможем. Больше всего, конечно, обращайте внимание тех, кто это все делает, кто это раскрашивает. Потому что непосредственные участники, кто это делает, нужно брать их за руки. Есть возможность. Сделайте фотографии. Есть силы. Остановите. Нет. Позовите нас. Здравствуйте. Можно вас немножко поспрашивать? Вы в этом подъезде жили? Да. А вы знали, что на вашем номере размещена реклама наркоторговцев? Нет. Не знали. А вот такие странные надписи с адресами сайта, с такими решеточками. Мы ее уничтожили. Мы сейчас обошли ваш дом, удалили всю рекламу. И мы бы хотели вас попросить. Смотрите, если она снова появится, спросите вашу управляющую компанию. Выходите сами, убирайте ее, уничтожайте. Обязательно, обязательно. Я слышу, а по телевидению обязательно будем закрашивать. Потому что я, честно говоря, не знала, что это означает. Так ты посмотри, какие твари. Это же автоблокитные, блядь. Автоболочки, а?